Дорогие друзья, я очень рада, что все собрались. Мне было сказано о том, что идет оголчевая застройка, о том, что город находится в опасности. Это действительно так. У нас начинает совершенно огромная трагическая урбанистическая катастрофа. У нас не хватает катализационных систем, у нас обслуживаются ближайшие обработки и поставки воды, у нас не хватает дорог, у нас забиты все электрички. Наши с вами выступающие говорят о том, что они не могут ездить на машине, но и на электричку тоже. Я утром сажусь с большим трудом. У меня остается впечатление, а я сама занимаюсь городом, что наши администрации совершенно нет профессионально. У нас нет людей, которые знают то, что происходит во всем мире, или хотя бы посмотрели на то, что происходит в Москве. Все обсуждаются планы и выполняются планы. Мы говорили о том, что уничтожается сельское хозяйство внутри города. Сейчас уже во всех городах, крупных городах мира создается концепция урбанистического сельского хозяйства, где внутри городов выделяются места не только на парке. Это национальная безопасность. Что если нам Новая Зеландия или Израиль перестанут поставлять продукты питания? Что мы с вами будем есть? И эта озабоченность существует во всем мире. Строительство. У нас старые технологии, у нас разваливаются дома, у нас убогие проекты. Это значит, что присутствует коррупция, значит принимаются такие планы, которые выгодны тем, кто их подписывает. Это особая опасность. То есть город, он всегда кричит о коррупции. Если плохая дорога, значит выбрать плохого подрядника, значит кто-то это принял. Вот если мы это будем продолжать допускать, мы с вами катимся в такую страшную урбанистическую катастрофу. Мы должны с вами объединяться. Я тоже не поведен, но я здесь в организации вся положиха, вместе с Яблоко, с ЛДПР, с коммунистами, с беспартийными, с верующими, неверующими, с зелеными, с голубыми, с синими, с кем угодно. Ради города. Только ради того, чтобы наши с вами жители и дети могли бы свободно дышать, имели бы доступ к воде, который нам прекращают. Смогли бы ходить в лес, а те, кто хотят, могли бы заниматься сельским хозяйством. Спасибо.